Горячие дискуссии развернулись в парламенте вокруг проекта закона о госбюджете на 2022 год. Парламентское большинство не поддержало никаких поправок оппозиции. Таким образом, многие местные социальные и инфраструктурные проекты остались без финансирования. Парламент собрался в понедельник на заседание, чтобы принять бюджетно-налоговую политику и госбюджет на следующий год. В ходе обсуждения во втором чтении было предложено множество поправок для финансирования проектов в различных населенных пунктах. Большинство из них были связаны с ремонтом школ, домов культуры, освещением улиц или восстановлением дорог. Ни одной из поправок предложенных опозиционными депутатами большинство ПДС не поддержало. Представители парламентского большинства заявляют, что местные власти смогут воспользоваться финансированием проектов из специально созданного фонда. При этом мэрии должны будут соблюдать определенные условия. Продолжение следует... Продолжение следует... А председатель блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаный подчеркнула, что перед голосованием по закону о бюджете Минфин должен был разъяснить, какие инфраструктурные или местные проекты являются приоритетными на следующий год. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...